Что произошло несколько месяцев назад? Несколько месяцев назад я вместе с моими друзьями, после того, как мы вышли на Красную площадь с растяжкой свободу Владимиру Акименкову, мы были самым зверским образом и сбитой Алексеем Акопным в ОВД Китай-города. Бить эта гнида умеет очень хорошо. Он умеет бить больно и без следов. И по факту ничего, кроме тяжелого осадка и чувства своей беспомощности, не остается. И после того, как я получил от него пять ударов в пах, в грудь, в солнечное сплетение и по голове, и отсидев какое-то время в этом обезьяннике, у меня никакой боли, кроме душевной боли и озлобления на всю эту структуру не остается. Я прекрасно понимаю, что добиться правды, подать в суд – это задача настолько трудоемкая и настолько же малореальная, что руки опускаются и противно этим делом заниматься. Так вот, а 14 декабря, то есть буквально несколько дней назад, я, идя на суд, где должны были судить моего друга Сережу Кривого, был остановлен на входе судебными приставами, и от меня было потребовано снять значок, на котором было написано «За свободу». Я был возмущен этим, но тем не менее очень корректно спросил, на каком основании. Мне сказали, что эта агитация и пропаганда, и в здании суда она недопустима. Я сказал, что такие требования мне незнакомы, это противозаконно, это превышение должностных полномочий, и я попрошу их это заявление сделать на камеру, с тем, чтобы сослаться опять-таки на тот документ и на приказ того начальника, который, приказ которого они должны выполнять. Как только я достал камеру, камера из рук моих была выбита, она упала на пол, разбита, наверное. Я, наклонившись за ней, тут же у меня были обе руки выломаны назад, а я был лицом вперед, с большой силой вытолкнут в то место, где стоит рамка и турникет для входа в суд. Я левой половиной груди ударился об одной из рамок, головой обо что-то еще металлическое, и на несколько секунд потерял сознание. Наверное, события двухмесячной давности могли мне тромбик подорвать немножко, а вот этот удар, этот тромб не оторвал. Значит, в результате вот это потеря сознания, недостаточность кровотока, а вот дальше, значит, сознание ко мне вернулось, и я, оставаясь, конечно, еще бессил и достаточно дезориентированным, я слышал, значит, вот этот диалог и все, что происходило вокруг меня в этом суде. Вот, значит, диалог был следующего порядка, значит, ну, чего с ним делать? А говорит, давай его вниз кинем, подальше от вертушки, как будто он там упал. И действительно, меня, значит, схватили за куртку, которая у меня достаточно плотная, и она, в общем-то, спасла, ну, спасла или не спасла, но пока, в мере, на теле никаких гематом нет, потому что через толстую ватную куртку, значит, от ударов, конечно, ничего не осталось. Я, значит, меня буквально вниз головой по этой лестнице как-то там протащили, причем куртку с меня слетела, значит, свитер и майка у меня задралась, это было голой спиной по вот этим вот ступеням холодным, и так я на этих ступенях там внизу на бетонном полу меня оставили, до приезда скорой, которую они вызвали. Скорая, на мой взгляд, появилась где-то минут через 15, ну, для Москвы, наверное, достаточно быстро. Ну, вот, значит, что делалось с моими карманами, значит, и с одеждой за это время, я не знаю, по крайней мере, значит, из тех денег, которые у меня были, мелкие там и всякие, бумажка 5000 пропала. Вот, значит, далее, ну, это, судя по тому, как я еще эту одежду это не видел, просто мои друзья, когда там искали документы, паспорт, видеокамеру, телефон, все, значит, все это было сказано. Значит, и далее приехала скорая, и события тоже начали очень интересно развиваться, когда скорой было сказано, что вот товарищ не дошел до суда, да, поскользнулся на ступеньках и упал, ну, вот. Значит, чем он там стукнулся, мы не знаем, но вот, по всей вероятности, с ним плохо. Ну, меня загружили в скорую, значит, какие-то слова были сказаны, наверное, они не дошли до моих ушей, но врач той скорой, которая, значит, меня забрала, значит, в течение всего времени очень усиленно меня допрашивал, а как я себя чувствовал с утра, а не в метро ли мне стало плохо, наверное, сердцем-то у меня в душном метро стало плохо, вот. И что, значит, где я споткнулся, на улице или еще, или уже войдя в дверь, где я споткнулся и обо что я ударился головой. Это я говорю о том, значит, как наша скорая помощь работает совместно с нашими правоохранительными органами. Вот. Ну, закончить все это я хочу тем, что никаких положительных надежд на всю дальнейшую нашу жизнь у меня, так сказать, не создаёт. Значит, система крепко держит за горло все свои силы и средства, начиная от медицины, кончая приставами и так далее. И что для того, чтобы вот всё это привести в порядок, для того, чтобы наладить нормальную жизнь для российского человека, вот каждый из нас с этим должен бороться каждый день. Каждый день мы не должны проходить мимо этого. Потому что сегодня для меня это закончилось, ну, наверное, благополучно. Хотя, как знать ещё, что будет. А вот, значит, в любой другой ситуации, значит, меня могло быть просто уже не быть. И вот поэтому мне очень бы хотелось, чтобы все наши силы были потрачены на то, чтобы уничтожить эту кремлёвскую гадину, и с тем, чтобы эта Государственная Дума с этой единой Россией, которая творит, ну, просто фантастические преступления в России, разворовывая, уничтожая свой народ, наверное, всю свою, остаток своей жизни я на это и положу. Вот, наверное, это всё, что я хотел сказать. – Юрий, ещё вопрос. Фамилию того, кто это сделал, есть фамилия? – Значит, я его не забуду до конца дней своих, я его прекрасно знаю. Я с ним сталкивался не в первый раз уже. Значит, это самый старший пожилой пристав басманного суда. Он командир над ними, над всеми. Значит, я могу в любой день пойти и просто в наглую его сфотографировать и потребовать от него реквизиты. На тот момент я этого сделать не успел. Но я его очень хорошо знаю. Он не уйдёт от внеизвестности. – Вы будете подавать в суд? – Мне бы очень не хотелось заниматься этим дерьмом. Только в том случае, если за это возьмётся серьёзный адвокат типа Виолеты, которую я уважаю, да, Волкова, и готов ей во всём помогать, и готов её слушаться, потому что не каждого адвоката я готов слушаться. Но вот, значит, если она увидит тут перспективу и сможет что-то сделать, я ей буду помогать всеми силами. Субтитры создавал DimaTorzok